Теперь мы предоставим слово одной из родоначальниц отечественной тактической медицины. Человеку, с которым вместе мы участвовали весь год в 2014 году на Донбассе, как в боевых действиях, так и в создании тактической медицины, потом целый ряд лет вместе развивали ее. Человеку, который воевал за Россию еще задолго до этого, и который значительнейшую часть своего здоровья пожертвовал для спасения нашей Родины. Сейчас слово предоставляется Людмиле Владимировне Гришиной, позывная «Ангел» проект «Ангел территории безопасности». Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые гости. Большое спасибо Юрию Юрьевичу за приглашение. Я очень рада видеть здесь знакомые лица и рада буду познакомиться с новыми людьми, друзьями. Тема моего доклада – «Современные учебные центры военно-патриотической направленности. Проблемы, пути решения, перспективы развития». Немножечко хочу сказать об истории создания проекта «Технологии выживания». Юрий Юрьевич уже немножечко сказал о том, что мы стояли вдвоем у истоков этого проекта. Все начиналось в 2015 году. В этом, когда мы приехали после Дебальцевской операции, мы приехали в Москву. И, понимаете, когда ты год находишься на войне, то вливаться в мирную жизнь достаточно сложно. И как он обычно шутил надо мной, говорит, ну ты себе представляешь, ты пойдешь в Башан на кассу, ты же до вечера не спаседешь. Я говорю, нет, меня посадят. Ну, шутки шутками, но, тем не менее, когда ты год под ружьем, то потом очень резко перестроиться достаточно сложно. И мы создали для себя какой-то вариант вот этих вот боевых действий. Мы находились в кругу людей, своих единомышленников. Но прежде чем это получилось, нам пришлось обойти очень много кабинетов, где мы пытались объяснить, рассказать, кто мы, что мы, что мы привезли свежий опыт. Вот буквально своими руками мы людей спасали. Мы хотим научить, рассказать, показать. В первое время на нас смотрели, как на идиотов. Крутили у виска и говорили, а зачем это вообще кому-то нужно? Да есть военно-медицинская академия, есть врачи. Кто вы вообще такие, чего вам надо? Господи, уйдите ради Бога. Как нас только не называли. И мошенниками, и людьми, которые пытаются, цитирую, делать деньги на человеческих страхах. Ну, естественно, страшно все то, что непривычно и необычно. Мы прошли через это все, таская на степи баулы, рюкзаки по всей стране, где нас столько не было, начиная от Петербурга, Крыма, Ростова, Томск, Екатеринбурга. Сложно все города вспомнить. И действительно, начиная с того, знаете, когда говорили, что тактической медицины не существует. Это вообще какая-то профанация, что-то такое. Вы что-то придумали, чему-то пытаетесь учить. Это как продажная девка империализма. Ничего подобного. Не прошло десяти лет, оказалось, что тактическая медицина таки нужна. Неужели то, о чем мы говорили десять лет, вот 24 февраля резко стало нужно? Ну что ж, значит, наши общие, я не имею в виду себя и Юрий Юрьевич, а наши общие с вами усилия, они не прошли даром. Сейчас, на данный момент, у меня есть свой проект, он называется «Территория безопасности. Проект Ангел». И о нем я расскажу чуть-чуть позже. А сейчас пока просто о проектах, которые существуют, о общих проблемах и об общих, скажем так, путях решения. И также будет и критика, потому что накипело, как бы у меня очень много, и мне хотелось бы этим с вами поделиться и, наверное, найти отклик. На данный момент существует большое количество учебных центров. Самый основной, самый важный, это наш корифей, это курс «Партизан». Вот, если бы честное слово, если бы не Денис, я не знаю, получилось бы у нас или нет, потому что он единственный, кто нас поддержал, дал нам площадку, и мы начали работать с помощью курса «Партизан». Сейчас, на данный момент, работает курс Катулина, работает курс «Воин» в Крыму. Я и Лукашенко же не очень уважаю, он большой молодец, делает большое дело. Ну и с 22-го года появилось большое количество разного рода курсов, инструкторов, которые пытаются вести свои курсы. Не у всех это получается хорошо. И вот здесь я сейчас буду ругаться. Я страшно не люблю, когда начинают говорить о том, что обучение нужно вести в форме шоу, в форме игры, людям должно быть интересно. Нет, им не должно быть интересно, им не должно быть весело, им не должна быть вот такая улыбка до ушей после курса и крики «Вау, как было круто!» Не может быть круто на занятиях по тактической медицине. Вы учитесь спасать людей. Понимаете, кому нужно шоу, идите в цирк. Может быть, я слишком лёгко об этом говорю, но просто через мои руки прошло слишком много людей, которых я спасла и которых, к сожалению, не могла спасти. И когда я обучаю, то я это всё передаю, транслирую через себя. Я обучаю людей. И поэтому у меня есть ещё один такой момент. Может быть, кто-то со мной не согласится, кто-то согласится. Само по себе понятие инструктор по тактической медицине, я считаю, что это должен быть человек, у которого есть боевой опыт и опыт оказания помощи на поле боя. Я ни в коем случае не хочу обидеть или оскорбить других инструкторов. Но поймите меня правильно, можно наложить 100 жгутов и километры бинтов, но никто из вас не знает, как вы поведёте себя в момент, когда на ваших руках окажется настоящий раненый. Человек не может этого знать, пока он в эту ситуацию не попадёт. Именно поэтому есть чёткое разграничение. Инструктор по тактической медицине – это человек, имеющий боевой опыт. В крайнем случае, это медики. Знаете, очень хорошо себе показали медики, которые работают на скорой помощи. Также таковыми могут считаться сотрудники МЧС и пожарные. Эти люди имеют опыт оказания помощи в экстремальных ситуациях. Остальные ребята, которых учат Юрий Юрьевич в том числе, это просто инструкторы проекта. Они большие молодцы, они учат, и это правильно. Но два этих понятия смешивать не нужно. Сожалею, если я, может быть, кого-то обидела, но это моё мнение, и я как бы, ну вот, я думаю, вот так. Дальше. Какие проблемы? Вот Барсук перед нами выступал и очень хорошо сказал о том, что финансирование – это, наверное, самая основная проблема для таких клубов. Как когда-то сказал Евич, защита отечества за свои деньги и в перерыве между их зарабатыванием. Как-то так ты говорил. Свободное? Свободное. Да-да-да-да-да. Процитируй, пожалуйста. Свободное от зарабатывания время. Вот с того момента, как я организовала свой проект, я полностью вот столкнулась с проблемой, где брать деньги. Мы работаем полностью на самоокупаемости. Вот что заработали, из этого я оплачиваю работу инструкторов, все платежи, аренду, закупку материального имущества и так далее. И иногда случаются ситуации, когда просто нечем заплатить аренду. Просто нечем, потому что нужно какой-то баланс держать. Я не могу слишком высоко поднимать цену за курс, потому что я понимаю, что к нам приходят не самые богатые люди. А с другой стороны, мои инструкторы тоже, каждый труд должен быть оплачен. И когда возникает вопрос, может быть, где-то найти какого-то спонсора, но, как говорится, не все спонсоры одинаково полезны. Есть уже не очень хороший опыт. И общаясь с коммерсантами, с людьми, которые имеют деньги, которые меня знают, хвалят. Вот, Людмила Владимировна, мы вас так уважаем, так уважаем. Знаете, так и хочется сказать. Помогите деньгами. Зачем? Мы вас похвалили, вам и этого хватит. Да, деньги. И еще есть одна проблема, которая, я считаю, на данный момент тоже она могла бы помочь таким проектам, как мой, поскольку я еще не настолько раскручена, как проект Юрия Юрьевича. Это реклама. Мы упираемся в то, что есть телеграмм и есть контакт. Там ограниченная у нас контингент. Те люди, которые к нам уже пришли и которые прошли курсы, они уже о нас знают. Как-то найти способ выхода на другие площадки, я пока не знаю. Если есть у кого-то такие идеи, прошу поделиться. Мне это очень важно и нужно. Дальше проблема обучения самих инструкторов. Это очень-очень актуально, потому что на данный момент вот вторая донецкая, как я говорю, компания по аналогии с чеченской, она показала, что тактика очень поменялась. И если говорить таким техническим языком, то использование БПЛА перевело все в 3D формат. Если раньше мы воевали на плоскости, то теперь мы видим с вами видео о том, как часто применяются беспилотники и с той, и с этой стороны. И применения эти есть как положительные, так и отрицательные. Собственно говоря, о чем я хочу сказать. Сейчас тактика медика на поле боя с учетом применения беспилотников очень изменилась. И я, как тактический медик, имеющий довольно большой опыт, у меня сейчас большая проблема я не знаю, как работать в условиях, когда над нами работают беспилотники противника. Естественно, сейчас мне пока здоровье не позволяет поехать. Как только я смогу своими ногами поехать, я очень постараюсь попасть на линию боевого соприкосновения, чтобы поработать и понимать, как работать в ситуации, когда у нас над нами висят птички. Соответственно, медики, вернее, тактические медики, инструкторы должны проходить тоже какие-то специализированные курсы. Они должны понимать, как работать в условиях, когда над нами беспилотники, как работать самим с беспилотниками. Собственно говоря, обучение должно проходить постоянно, потому что появляются какие-то новые военно-медицинские имущества. То есть появилась большая линейка гемостатических средств. Постоянно что-то обновляется, появляется новое, и нужно понимать, как с этим работать. Сами инструкторы проходят курсы Красного Креста. У каких-то медиков, у той же Зульфии Зариповой, у нее прекрасные курсы, туда поехать можно получить очень хорошие навыки и опыт. Так что никогда нельзя останавливаться на одних жгутах и ППИшках, нужно двигаться дальше. Пока мы учимся, пока мы двигаемся вперед, не стоим на месте, мы живы. Как только мы останавливаемся, это путь к деградации. Ну и несколько слов я хочу сказать о своем проекте. Сейчас у нас основная наша задача, основная наша проблема – это специальная военная операция, или я ее называю, это война народная, священная война. Народная, потому что с началом военной операции мы увидели, как сплотился наш народ. И если бы ни помощь народа, ни гуманитарные грузы, которые идут таким огромным потоком и помогают нашей армии, я не знаю, смогли бы ребята это все вывести на себе. Опять-таки, мобилизованные – это, конечно, хорошо, но большое количество ребят пошли добровольцами. Я понимаю, что некоторые из них – мотивация деньги. Тут уж никуда не денешься, жизнь такова. Но все-таки я считаю, что большее количество ребят, которые ушли добровольцами, они ушли туда, понимая, зачем и для чего они туда идут. И прекрасно понимают, что могут не вернуться. Но ценой своей жизни они защищают нас здесь, в тылу. Так вот, сейчас большое внимание мы уделяем теме СВО, но не нужно забывать, что внутри страны тоже не все так гладко, как хотелось бы. Тема мигрантов очень остро стоит. Детской преступности буквально на прошлой неделе это все было. Если вы заметили, то чем лучше становятся наши успехи на фронте, тем больше появляются в тылу, ну, я не могу назвать это людьми, это особи, которые за, либо по своим идейным соображениям, либо за 30 серебряников готовы делать террористические акты и вредить народу России. Хорошо, что практически всех их успевают вычислить и наши структуры службы ФСБ и так далее, они успевают отреагировать. Практически каждый день над Россией сбивают беспилотники. Очень хорошо, что пока не случилось ничего страшного и плохого. Но направление моего проекта в том, чтобы обучать людей, как себя вести в экстремальных ситуациях. Никто не отменял ДТП, никто не отменял аварии, никто не отменял террористических актов и мы не знаем, в какой из моментов фейковое сообщение о минировании того или иного здания может превратиться с фейкового в настоящее. И что происходит, когда что-то где-то взрывается, я думаю, все помнят начало 2000-х годов в Москве, метро, здание, это все помнят. И направление моего проекта основная наша деятельность это подготовка к чрезвычайным ситуациям. Нужно объяснять людям, рассказывать, что если вы попали в такую ситуацию, это не значит, что вы погибнете. Всегда есть выход. Всегда есть выход из ситуации. Именно поэтому перечень наших курсов это готовность к чрезвычайным ситуациям, как выжить при пожаре. Первая помощь пострадавшим, но не тактическая медицина. Тактическая медицина само собой у нас есть, разумеется. Но есть и первая помощь в рамках Красного Креста. Потому что пока мы живем в правовом государстве, то даже оказание первой помощи регулируется законами. И мы не можем сделать то, что, допустим, мы делаем на фронте. Я всегда своим курсантам говорю, ребята, как только в стране перестают работать законы, то есть это период переходный, как Юрий Юрьевич говорит, когда еще не война, но уже не мир. И вот тогда прекращают законы работать. И основным, и главным законом является ценность человеческой жизни. И тогда мы уже не обращаем внимания на законы, разрешающие или не разрешающие нам делать уколы или там какие-то манипуляции. Мы спасаем человека. Именно поэтому у меня есть четкое разделение. Есть курс, который ведет Иван Бабков. Это первая помощь в рамках Красного Креста. И есть тактическая медицина, которую мы ведем так же, собственно говоря, как и все остальные. Дальше. У нас есть очень хорошая линия по работе с оружием. То есть это курс истории отечественного оружия и его продолжение секреты меткого выстрела. Поскольку люди приходят иногда такие, которые никогда оружие в руках не держали, во время курса истории отечественного оружия они начинают понимать хотя бы, чем отличается пистолет от автомата и от пулемета, разобрать, собрать и так далее. Дальше. Следующий шаг. Стрельбы. Стрельбы сейчас связаны с большими проблемами, потому что найти кир, пройти все проверки, собрать все документы это слишком сложно. Мы пошли более легким путем. Мы приобрели несколько видов оружия шарики воздух. Нет, воздух, воздух. Нет. Господи, контузия. Пневматическое оружие. Пневматическое оружие. И с помощью пневматического оружия мы обучаем людей хотя бы просто правилам обращения с оружием. Это первый шаг. И что самое интересное, на первый этот семинар пришло женщин больше, чем мужчин. Ну, что, собственно говоря, было ожидаемо. Дальше. У нас есть курс выживания при артобстреле, арт-корректировка, готовим операторов БПЛА. И что интересно, в моем проекте БПЛА занимается женщина. Как бы это странно ни звучало, женщина, которая сама сначала была курсантом, потом она поняла, что ей это интересно, ее технический склад ума позволяет ей собирать ФПВМ, программировать. И она сейчас на данный момент сама проводит курсы, готовит ребят туда за ленточку, как мы говорим. У нее уже очень много выпускников, которые оттуда с ней на постоянной связи, она их консультирует, помогает и обучает. Что еще у нас есть? Есть еще у нас военная топография, есть РХБЗ, тематические семинары, куда люди могут приходить просто отрабатывать работу со жгутами, отрабатывать Десмургию. Еще мы работаем с волонтерами и сделали такой небольшой семинар, который называется «Уход с долежачими больными». Очень много волонтеров приходят в госпиталя с целью помочь. Мы для того, чтобы не просто прийти, принести что-то там вкусное или пообщаться, но чтобы была какая-то польза. Девочки прошли такие курсы и сейчас они в госпитале Бурденко приходят и помогают. Что еще хочу сказать о работе санинструкторов. Собственно говоря, мы с вами готовим людей, но мы больше всего обращаем внимание на самую взаимопомощь. То есть человек должен уметь оказать помощь себе и своему ближнему. Но более глубокое обучение могут, вернее, знаете, я вам как скажу, научить человека без его желания невозможно. У меня есть два моих инструктора, моих ученика, это моя гордость. Турист и Рыжий, они настоящие санинструкторы. Вот я сейчас объясню, что в это понятие я включаю. Во-первых, они обучают личный состав. Это очень-очень важно, потому что чем более качественно обученный будет личный состав, тем меньше санинструктору работы. Он будет знать, что его ребята в крайней ситуации помогут сами себе. Дальше гуманитарные грузы, чтобы привезти, привезти то, что нужно. Это тоже очень важно, потому что особенно в прошлом году были ситуации, когда нам говорят, вот нам привезли много всего, но это не нужно. Этого много, этого, допустим, нам не нужно. Это мы не знаем, как этим пользоваться. Так вот, для того, чтобы было все то, что нужно, сам инструктор должен понимать, сколько у него людей в подразделении, какие у них есть заболевания, потому что, как говорят мне мои ребята, звонят и говорят, оказывать первую помощь случается не так уж часто, не такие сильные потери, ну, по крайней мере, на их направлениях, но люди болеют, их нужно лечить. Есть такое понятие, как профилактика, есть такое понятие, как взаимодействие с командиром. Что это такое? Вот командир собирается определенную задачу ставить своим бойцам, и сам инструктор должен понимать, какое состояние здоровья у всех тех людей, которые вот на списке они должны идти. Есть ли у человека температура, есть ли у него, допустим, обострение какого-то заболевания, а ни для кого не секрет, что сейчас воюют люди 45 и больше. И у них уже свой такой букет заболеваний, что ой-ой-ой, я очень хорошо помню по-донецку, когда мы приехали и в подразделение у Змея с боем ходила, мерила давление, я говорю, ну у тебя же уже вот под 200, куда ты собрался, я пойду. И это тоже работа с инструктора, работа с людьми, работа с местным населением. Я очень хорошо помню Горловку, и это страшно вспоминать, но тем не менее это тоже была наша работа. И этому мы должны обучать. Почему я настаиваю на том, что инструктор по тактической медицине должен иметь боевой опыт, потому что этим опытом мы учимся. Понимаете, я не то, чтобы, я не хочу хвалить себя лично, но просто поймите, когда ты собираешь мозги с травы, или когда ты в скорой помощи запускаешь человеку сердце три раза, а скорая вот так вот прыгает, то не пройдя через это, невозможно рассказать людям, как это. Можно прекрасно на время накладывать жгуты, пинты, вытаскивать, работать различными тампонадами и так далее, но пока вы в своих руках не подержали человека, который стекает кровью, не спасли его, вы не можете считаться тактическим инструктором по тактической медицине, просто не получится, это, ну, вот две разные вещи, но все то, что вы делаете, чему вы учите, это бесценно, потому что это потом спасает жизнь там, ребятам, и это очень важно и очень нужно. Вы знаете, я вот слушала сегодня, смотрела, слушала, мне пришла в голову такая мысль, давайте сделаем ассоциацию тактических медиков России, ассоциацию, о чем я хочу сказать, знаете, я не хотела затрагивать тема не очень красивая, но тем не менее, с началом военной операции вылезло очень много людей, которые не имеют отношения ни к медицине, ни к боевым действиям, вообще ни к чему, но на волне интереса к тактической медицине они начинают кого-то чему-то учить, в крупных городах, таких как Москва, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, там уже развито, есть развиты свои центры, свои учебные, и там как бы левый человек не пролезет, но в городках, которые маленькие, где люди не знают и не знают к кому обратиться, вот такие люди делают очень большую беду, потому что не умея и не зная, они учат неправильно, а вы сами прекрасно знаете, что легче научить с нуля, чем переучить человека, которого научили неверно, и еще один момент, когда в подразделение приезжает человек, и он говорит, что он прошел какие-то курсы, он что-то умеет, он знает, как оказывать помощь, то командир, как правило, человеку верит на слово, знаете, если человека научили в тылу обращаться с оружием как-то не так, ну вот допустим, он не умеет улитку прикрепить к АГС, неважно, его научат, если он что-то еще не умеет делать, его научат там те люди, которые уже служат, но медика, как правило, принимают, ну как сказать, человеку верит на слово, его не начинают как бы проверять, что а вот на самом деле ты умеешь или нет, человеку верят, и если потом оказывается, что он сам не умеет, и других научил неправильно, то это заканчивается очень-очень плохо, именно поэтому, почему я сказала об ассоциации, о том, чтобы был какой-то контроль, чтобы можно было проконтролировать людей, которые учат, чтобы можно было вытаскивать тех людей, которые делают это неверно, и, ну как, объяснять, что да, вы к этому не ходите, потому что он сам ничего не умеет, и вас плохому научат, ну это я так утрирую, но вообще-то проблема довольно серьезная, ну, и, собственно, напоследок, что я могу сказать, я очень рада, что мы здесь собрались сегодня, это очень важное, нужное мероприятие, потому что все мы делаем одно большое нужное дело ради победы, и спасибо всем. спасибо, 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 Продолжение следует...